И всем привет, ребят, с вами Стрвак, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами продолжаем тестировать устройство из Танкафанда. Сегодня у нас последнее устройство, которое осталось, которое я еще не тестировал из новых устройств, это устройство на Изиду, Изида с пульсаром, который мы сегодня рассмотрим и проверим. Насколько она имбовая, посмотрим, нагибает ли она и вообще или нет. Ну а если вам подобного рода видосы нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики, ну и конечно же участвовать в розыгрыше на 2 миллиона кристаллов на 30 тысяч танкойнов по моему личному тегу, который можно найти в настройках игры в аккаунтике. Устанавливайте ему личный тег, тег TeamP, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. На каком же корпусе мы сегодня сыграем на этой замечательной Изидочке? Вот в чем вопрос для меня и вопрос очень важный. Давайте попробуем взять, наверное, таки эту Изиду с Викингом. Давайте попробуем с Викингом посмотреть, как она себя проявит на Викинге, посмотреть, навалит ли она вообще здесь волюмешечки и контентика и возьмем под это все дело еще и кризиса, чтобы оно было еще сочнее у нас. Ну и можно вот такую вот красочку взять, чтобы мы тут были чисто вот в роли полицейского. Ну и пикаем быстрый бой, посмотрим, что у нас из этого всего дела получится и выйдет. Надеюсь, что это устройство будет сейчас наваливать плотненького контентика, потому что у нас получается Изиду с вампиризмом занерфили. Быть может, это отличная альтернатива будет этой Изиде, и сейчас на этой Изидке у меня получится дать хороший очень результат. Так, меня закидывает на супер большую карту, которая называется Берлин. Ладно, давайте сыграем. Хотел я, конечно, изначально ее перепикнуть, но потом думаю, ладно, большая карта, в принципе, если противник там на респе будет стоять, то мы сможем их всех на респе-то и подконтролевать. Поэтому давайте просто на агрессичах поиграем, плюс под кризис, я думаю, что идеально будет смотреться это все дело. Так, главное, чтобы у нас урон хороший летел. Пока не вижу ни одного статус-эффекта. Опа, вот и статус-эффектик подъехал. А вот и статус-эффектик подъехал. Отличный навальчик пошел, три киллочка уже на копилочку. Вкусненькую нам дропнуло. Так, аптечки у меня пока что нету. Есть диктатор в упоре. Еще бы эта изида бы самолечилась. Если бы эта изида бы еще и самолечилась, то я думаю, что это был бы вообще очень вкусный контактик. Так, диктатор от меня убежал. И контактика сверху еще дал. Так, ну что, три килла со старту. В принципе, наверное, неплохо. Но можно и лучше. Можно явно лучше, поэтому летим. Летим противнику на респаун. Пока что все, что я увидел, это один статус-эффект. Это один крит. И, ну, выглядит как мало. Выглядит как мало. Надо побольше критов, чтобы залетало. Если побольше этих критов будет залетать, то тогда это устройство будет довольно неплохим и актуальным. Да, в принципе, как и все статус-эффектные устройства, на которых криты летят часто. Так, ну сейчас было, кстати, неплохо. В принципе, мне нравится идея ближнебойной пушки с статус-эффектом, а именно с пульсаром. И если в моменте просто этих критов будет еще и побольше вылетать, тогда реализация еще сильнее будет этой изиды. Ну а так, и даже без критов у меня получается уничтожать здесь противника. 8 киллов уже есть на такой супер здоровой карте. Для такой карты это очень хороший результат, если честно. Мы посмотрим, до куда мы вообще доберемся. Доберемся ли на каких-то больших супер цифр. Здесь, благо, у меня есть возможность как раз-таки по этим респам катать. Благо, по этим респам возможность есть катать. Так, только вот сейчас меня уже как-то быстро слили. Думал, что здесь поживу. Все-таки подольше, подольше поживу. Ладно. Летим через лево на контент. Летим через лево на контентик. Есть у меня уже Оуди. Вот, кстати, под овердрайвом сейчас посмотрим, как пойдет. Все это дело, по идее, под оверкой. Должен быть очень хороший урончик у нас изиды. И дальность там тоже открывается сразу, очень хорошенькая. Так, здесь есть три противника. Кстати, посмотрим, дотянем мы сейчас отсюда до туда. У-у-у, хорошо дотягивал его. Ах, чуть-чуть. А здесь наверх? Ой, здесь наверх тоже, да? Зацепочка была бы. То, что вот сейчас мог я зацепить на такое большое расстояние через эту, как бы, дорожку. Это было очень неплохо. Но, к сожалению, до конца я не дотянул его. До конца его слить не смог. Так, 10 киллов у меня. Ну, не сказать, что жестко, да? Но, с другой стороны, с другой стороны, карта-то суперогромная. И для ближнебойной пушки на такой карте и такой результат является уже хорошим показателем. Но наша задача больше, наверное, пожить на респе. Больше пожить у противника на респе. Если я побольше буду жить, будет больше возможностей на киллы. Так, Крусейдер здесь... Ой, Крусейдер. Паладин здесь бежит. В принципе, можем от него сами убежать. Здесь вот так вот сыграем. Чуть-чуть под стеночку. Чтобы у меня контент... Товая плюшка не залетела. Так, 40 киллов у нас уже имеется. Вот сейчас, может, кстати, он, например, поставил бы он купол. И обдотянулся. Можно было бы проверить, насколько быстро бы я его оба слил бы. Насколько быстро бы я ему статус-эффектик с критом нанес бы. Потому что у него иммунки от пробития нету. У него, по идее, бы все слетело бы сразу. Так, ну, у нас 46 киллов. На победку идем. На победочку идем. За 4 минуты 50 практически киллов имеется. Досрочки, наверное, здесь в рамках этого боя у нас не будет. Но наша задача сделать как можно больше киллов. Да, то есть для такой карты набрать где-то там 800 условно очков. Это уже будет очень и очень хороший показатель. Так что пробуем. Здесь, конечно, наверх-низе уже зацепить Изиды крайне-крайне сложно. Это, в принципе, неудивительно, что у меня здесь зацепочка. Но в моменте просто не срабатывает. Попробуем здесь прокатить чуть-чуть по зоне респа. И здесь вкусные противнички. Было бы интересно, кстати, посмотреть еще как против резистов. Под статус-эффект эта вся работа будет происходить. Так, ну и здесь меня 3 оппонента ждут со всех сторон. Теперь еще один появляется боец. Я думал, сейчас аккуратненько так стелсиком встану под контентику. Кстати, у типа очень интересный никнейм. 3-0. 3-0. Такой редкий довольно-таки никнейм, мне кажется. Так, ну и по флажкам у нас тоже пока что все хорошо. Да, 5 флагов противник доставил. Но мы до сих пор ведем по счету. Так, аккуратненько здесь сейчас подождем. Кого-нибудь, например, вот этого бойца. Можно здесь быстренько набрить. Постараться. Ну и статус-эффект как-то сработал, но под аптечку. Так, что у нас тут? Скорпионы. Скорпионы, гауссы. Чего мне взять резист? Вот в чем вопрос. От скорпиона точно. Можно взять от гаусса, можно в теории взять. Ай, третий еще. Что у меня там еще? Рикошеты я вижу там есть. Но как-то рикошеты мне особо урона не наносили. Рикошеты как-то особо урончика мне не накидывали. Гаусс мне не кисло дает. Ну давайте попробуем переодеть резист. Взять. Взять этих пушек, которые по мне кидали. Урон. Ну и посмотрим, что у нас получится. 70 точек у нас уже есть. Вернее, не точек, а киллов. На команду. Первое место пока что по киллам на Изиде. На такой здоровой карте. Ну неплохо. 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 Это очень неплохо. Так, молот есть. Молот у нас есть. И он еще и овердрайв меня прожимает. Это хорошо. Это очень хорошо, когда овердрайв тратится просто на то, чтобы меня слить. Мы это играем на победку. Поэтому у нас в принципе это очень плюсово будет и для меня и для команды в целом. Так, ну и можно попробовать овердрайв реализовать. Здесь есть один противничек у нас в моменте. Есть еще один. Так, чуть-чуть я поторопился с поражатием. Чуть-чуть я поторопился с поражатием. Ну ладно. Если мамонта набреем, то хорошо в принципе пойдет. Я думал, что там еще один противник открывается целый. То, что мне как раз надо будет так много урона. Чтобы прожимать уже овердрайв. Так, ну вот когда статус эффект срабатывает. А если срабатывает два в ряд статус эффекта. То урон прям очень хороший залетает. Если статус эффекты не работают. Прям на такой вкусной основе. То урончика я бы не сказал, что супер много. То есть урон такой. Посредственный. Ну то есть как дефолтный урон от Изида. Ничего такого сверхъестественного нет. Когда статус эффект срабатывает. То выглядит уже куда лучше и куда интереснее. 4,5 минуты до конца. У нас 90 килов уже есть. Противника уже большие проблемы с доставками. Это очень хорошо для нас и нашей команды. В принципе в моменте могу даже вот так сделать. Ни в чем себе не отказывая. У меня сейчас не ланшотник только. Афта он даже не попадает. Здесь есть два противничка. Потом под них оудик. Нажать, чтобы они чуть-чуть разбежались у нас здесь. Ой-ой-ой, молот. Просто первым выстрелом мне Эмми дает статус эффект. Это конечно максимально обидно. Когда ты так реализуешь овердрайв просто грубо в молоко. Ну, у нас возможности тут есть. Почему бы не поюзать. Чтобы больше посмотреть вообще как Эзида работает с овердрайвом. Как раз таки на Викинге. Но я скажу, что довольно балансное устройство. Довольно балансное. То есть я бы не сказал, что это какая-то оверимба. Но я бы и не сказал. Дальности нету только почему-то. Как будто дальности прям супер мало. Дальности как будто должно быть больше у этой Эзиды. Но и не сказал бы, что оно слабое. Да, то есть довольно балансное устройство. То есть у нас в этом монкофонде изначально устройства добавляются в хорошем балансе. Да, то есть это не какая-то лютейшая имба, которую надо будет потом нерфить. Да, но и не устройство, которое, например, является очень-очень слабым и бесполезным. То есть я вот исходя из того, что я тестирую все эти пульсары новые, я могу сказать, что они прям в хорошем балансе. В хорошем балансе. То есть если ты доезжаешь до противника, либо там противник с резистом, то ты спокойно его можешь набрить. Можешь реализовать моментик в свою пользу. И спокойно реализовать свое устройство с пульсаром. Если же случается такая ситуация, что ты там где-то не дотягиваешься, да, не добиваешься, то, ну, соответственно, ты уходишь на рез. Да, то есть у тебя есть возможность и хорошо надамажить, ну и есть возможность тоже хорошо отхватить. Как, в принципе, и должно быть у любого адекватного устройства. А не то, что ты просто, например, там стоишь на позиции и тушишь этого контентика прям супер-супер много. И бесшансово уносишь любого оппонента. Да, то есть в этом плане мне все нравится. Единственное, только здесь проблема в том, что у нас довольно сильно противник оттягивается от базы. Да, и мне надо просто до него тянуться за счет ближнебойной пушки. Хотя я в моменте мог бы, наверное, попассивнее поиграть. Ну, например, просто встать у тебя тут на базе, если бы противник быстро бы активно ехал бы на флаге, чтобы не я к ним ехал, а они ко мне ехали. Все-таки я же играю в штурме за деф. И по идее это противник должен ехать ко мне, а не я к противнику. А тут получается так, что противники, которые играют за атаку, как будто сами дефят. Да, то есть все под какими-то стенками стоят. Это как-то так прячутся. Да, вот этот арес вообще твинс просто стоит на своей базе и ждет, пока я к нему приеду. Если бы не такие моменты, то может быть даже бы еще бы и побольше киллов. Мне бы удалось бы здесь набить. Но так в целом хорошо, хорошо. О, вот видите, вот так вот ребяточки играют в штурм за атаку, типа сидит на своей базе мины ставит. Да, гениально. А потом они удивляются, как они проигрывают катки за атаку в штурме. Если так играть и за атаку в штурме, то ничего здесь удивительного в этом плане и нет. Так, пробуем слить еще здесь изида. Кстати, это изида лечит. Эти изида у нас вообще лечит. По идее, она же должна еще лечить. По идее, должна лечить эта изида. Надо проверить вообще, что она дает вообще по хпшке. Вкусненько залетает или невкусненько. Так, там диктатор. Не слейся, не слейся, дик. Не слейся, живи, живи, живи. Хэштег живи. Так, и... Все, вот могу. Да, хорошо лечит. Дефолтная... Короче, дефолтная изида. Без никаких дополнительных параметров. Просто с как раз такими критами со статус эффектом. То есть крит наносит меньшее количество урона, но при этом наносит все статус эффекты по оппоненту. В целом, выглядит довольно-таки неплохо. И можно вкусненько реализовывать подобного рода изида очку. Только старайтесь, конечно, не как я играть на таких здоровых картах, а играть как раз таки на каких-то средней дальности картах, чтобы у вас была возможность доезжать спокойненько до противника и вкидывать им тоже большое количество урончика. А так, даже на такой здоровой карте, я все равно занимаю первое место, делаю 22 кила, что является довольно-таки неплохим показателем с точки зрения нашего замечательного матчмейкинга. Пишите, что вы думаете по поводу этой изиды. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик до международного видеоролика. Ну и также не забывайте подписываться на тележечку, ссылочка на которую есть в описании. Стараюсь активно ее вести, выкладывать лайв-контентик. Поэтому подписывайтесь, мне будет очень приятно. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok